Здесь другая история. Марина Влади в своей книге «Владимир. Прерванный полет» писала о том, что Кобзон купил место на кладбище на Баганьковском. Иосиф Давыдович рассказывал мне неоднократно, причем не стесняясь в выражениях, он говорил, что не верь тому, что написала эта дешевка Влади. Давайте стоп, стоп, стоп. Тем более вы говорите, вы не режете. Она жена моего отца, 12 лет, она его вдова. В общем, он утверждал, что он не платил никаких денег. Он не платил. Я присутствовал, когда они с дедом моим пришли с кладбища. И он говорит, я помню то, что он рассказал тогда, что он говорит сейчас, может быть, но думаю, что абсолютно тоже он и говорит. Он говорит, что он пришел к директору кладбища. Он говорит, что я достал деньги, когда вот он дал место, и тот ему сказал, что говорит, как ты можешь мне это предложить. И не взял. Не помню, он даже сказал, что, он в определенных выражениях это рассказывал, которые я не хочу цитировать, но смысл был именно этот. Денег не взяли, хотя они готовы были их заплатить, вот так скажем. То, что он участвовал во многих вещах, которые, как сказать, это не касается Высоцкого, это касается нашей жизни после его смерти. Он участвовал во многих проблемах и семьи нашей, и проблемах, которые возникали в связи с наследием Высоцкого. Это правда. Если захочет, он расскажет. У него позиция всегда такая. Он говорит, я его как-то спросил, когда вот там произошла определенная как раз ситуация, мы строили музей, были проблемы. Я говорю, можно я скажу? Он говорит, ни в коем случае. Вот это его позиция. Поэтому, если он вам захочет, он вам расскажет. Я ему благодарен за многое, не только за то, что он меня довез в докладбище.